Дорогие друзья, здравствуйте! 4 июня 2020 года у нас на календаре в студии портала Prean.ru, его главный редактор Филипп Березин. Мы начинаем наш очередной вебинар первым, первое этим летом, где-то холодным, где-то жарким летом 2020. Тема у нас сегодня, это даже не какая-то страна, не какое-то направление, хотя направление, наверное, уместное в данном случае слово. Мы будем говорить о огромном регионе, о Юго-Восточной Азии и о недвижимости этого удивительного региона. Почему удивительного? Перед тем, как организовывать этот вебинар, мне вспомнился фильм, наверное, многие из вас его видели, в начале 80-х такая многосерийная история была, называлась «Шокирующая Азия». Прекрасный, действительно впечатляющий рассказ, немцы его, по-моему, придумали, о невероятной жизни для нас в совершенно экзотическом уголке планеты. По крайней мере, для многих из нас, живущих в Европе, во всяком случае, это действительно экзотика. Причем регион неизвестный, загадочный. И это касается в том числе и рынка недвижимости. По моему глубокому убеждению, непонятный, загадочный, по крайней мере, для европейцев, эти эпитеты к рынку недвижимости применить можно. И я не думаю, что многих, скажем, пугает какой-то перелет очень долгий туда, хотя, наверное, кого-то он может настораживать. Но вот все равно я часто слышу от людей, которые подбирают себе недвижимость в том или ином регионе, они говорят, это далеко, или мы не знаем, нас что-то смущает. Вот не всегда люди могут сформулировать, что смущает. Я предполагаю, что слово неизвестность в данном случае вполне корректно. И мы решили осветить эту тему, поговорить о стереотипах, о заблуждениях, развеять в каком-то смысле эту неизвестность. И говорить будут люди, которые знают этот регион изнутри, которые там живут, у которых там ведут бизнес, и бизнес весьма успешный, которые там работают, и для которых этот регион в том или ином смысле стал своим. И я с удовольствием наших экспертов представляю, после чего они несколько слов каждый скажет о себе сам, как бы подтвердят своей биографии и право говорить на тему Юго-Восточной Азии. Итак, уже несколько вебинаров проговорили в мае с Эриком Розенфельдом, инвестиционным консультантом, частый гость на страницах Прианру. Эрик, приветствую. Привет. Я несколько выбиваюсь, наверное, из общего списка наших сегодняшних уважаемых экспертов, поскольку я не живу в Юго-Восточной Азии, хотя жил там порядка трех лет в Таиланде конкретно. И с тех пор никак не могу... Знаете, Юго-Восточная Азия, она разделяет людей на, так сказать, фанатов и на хейтеров. Кто-то категорически ее не приемлет, для кого-то это лучшая часть света. Я зацепился Азии, мне Азия близка, она мне мила, и мне она интересна с точки зрения инвестиционной недвижимости. Ну и как обычно со стороны, с расстояния вылетится что-то лучшее. Я слежу за этим регионом, он мне интересен, я все время в курсе того, что происходит. И, видимо, в этом причина, почему Филипп меня пригласил в данную уважаемую компанию сегодня. Господа, с удовольствием представляю Карена Чичана, директора по продажам и маркетингу компании Exotic Property. Карен, несколько слов о себе. Вот ты-то как раз исключительно в Юго-Восточной Азии находишься. Да, всем привет. Меня зовут Карен, я являюсь коммерческим директором компании Exotic Property. У нас на самом деле такая мульти-бизнес-система, экосистема, потому что мы занимаемся уже 20 лет и туризмом, и недвижимостью, перевозками люкс-уровневым. Там автомобили у нас есть, компания, сеть ресторанов. Недавно дельфинарий в Паттайе построили. То есть на самом деле наша компания очень глубоко интегрирована в бизнес-процессы Таиланда. И нам достаточно обо многом есть чего рассказать. И много есть действительно мифов и стереотипов. Действительно, можно в Таиланде, ну знаете, это то же самое сравнивать, как вот я родился, всю жизнь пожил в Москве. То есть можно то же самое, то же самое в Москве, да, говорить, где-то там ты приедешь в такой район. Есть хейтеры, которые приезжают, где-то живут, есть люди влюбленные в Москву. То же самое можно найти и с Питером, возможно найти и с любым другим уголком мира. Мне повезло, я попал на Пхукет. И здесь, конечно, более международная такая атмосфера, потому что здесь огромное количество англо-саксонского бизнеса, французского бизнеса. Также очень большое количество капитала из Гонконга. И здесь, конечно, определенные есть правила, культура. Но в целом это распространяется на весь Таиланд. Окей, и я с удовольствием представляю Аарона Геллера, основателя и владельца компании PT Vertical Indonesia. Аарон, несколько слов о вас. Как вы оказались в Азии и что вас с Азией связывает сейчас? Здравствуйте. Меня слышно хорошо? Да, все отлично. На самом деле я обнаружил себя в Азии, потому что я оторвался от ноутбука и понял, что я здесь. Я тоже выбиваюсь немножко из общей. А почему подробности, в общем-то, я рассказывал кому-то когда-то. В общем-то, я здесь оказался по контракту, то есть по строительству завода. И потом, после окончания контракта, я решил, что, скорее всего, мне здесь гораздо больше нравится, чем везде. Вы находитесь на Бали. Да, я сейчас нахожусь на Бали. Я здесь нахожусь 12 лет. На самом деле я тоже немножечко выбиваюсь из общей конъюнктуры, потому что я не эксперт, я всего лишь строитель. Я многого не знаю. Я могу много говорить о строительстве, но об аналитике рынка и об каких-то тенденциях я могу говорить с точки зрения только, скорее всего, даже заказчика, нежели со стороны, с точки зрения именно исполнителя. Наверное, мой взгляд будет немножечко объективнее. Ну что ж, отлично. У нас будет 4 взгляда. Моя связь с Юго-Восточной Азией ограничивается одной поездкой в Таиланд. Два года назад я провел там замечательные 11 дней. Не скажу, что все понял, но кое-какие вопросы у меня появились. И вот как раз давайте эти вопросы сейчас и будем освещать. Я буду эту историю модерировать, а наши эксперты как раз будут развеивать стереотипы. Давайте начнем с стереотипа номер один. Как я его себе вижу. Коллеги, традиционно чат работает. Мнение, критика, соображения, идеи, вопросы, пожалуйста, задавайте. В прямом эфире будем их освещать. Итак, начнем с первого пункта. Первый пункт у нас такой. Итак, если мы говорим о рынке Юго-Восточной Азии и о рынках вообще, считается, ну есть такой стереотип, что все кризисы начинаются именно в Азии, а потом они уже распространяются по всей планете. Если мы говорим о применении к рынку недвижимости, существует такое ощущение, а правильное оно или нет, мы как раз сейчас обсудим, что азиатские рынки, они вроде как растут, 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 растут хорошими темпами, увеличиваются цены, мощное строительство ведется, а потом в какой-то момент щелчок, хлоп, и все рушится. И это позволяет предполагать, что рынки Юго-Восточной Азии в целом не так стабильны, как хотелось бы. Эрик, первый вопрос, тогда давай с тебя начнем. Вот можно ли сказать, что рынки Юго-Восточной Азии нестабильны и вообще про какие-то рынки можно ли так говорить, насколько верен этот стереотип? Пожалуйста. Эрик, ты слышишь меня? Эрик, похоже, меня не слышит. Карен, тогда этот вопрос я адресую тебе, а Эрик пока думает. Я слышу, что у меня что-то с интернетом, финский интернет что-то сдает. Я не знаю, хорошо меня слышно. У тебя слышно хорошо. Тебя слышно, финский интернет сдает. На вопрос, вопрос ты мой услышал? Если нет, давай пока налаживай свой интернет. Карен, вам задаю этот вопрос. Тот же самый. Если мы говорим о стабильности Юго-Восточной Азии, можно ли сказать, что Юго-Восточная Азия рынок стабильный, что недвижимость, или наоборот, нестабильный? Может ли этот стереотип? Вы знаете, я, как сказать, как в известной песне поется, я не могу сказать за всю Одессу, потому что все-таки я более погружен в Таиланд и больше погружен именно в Хукет, именно в резортную недвижимость, курортную недвижимость. Ну, также я более-менее знаю, например, в наших коллегах из Вьетнама, из Индонезии, из Бали. Я понимаю, что это примерно наш рынок, и я понимаю, насколько это работает. Ответ – да, стабильно. Объясню, ну, все достаточно просто. Первое, что, ну, если говорить о рынке именно резортной недвижимости, дело в том, что у нас, даже в отличие от многих наших партнеров из Европы, таких же стран, которые работают в сфере туризма, хотя Таиланд на самом деле не так уж заточен на туризм, потому что там всего лишь у него там 7-8% ВВП занимает туризм, все остальное у него другие источники дохода. Но, тем не менее, если мы говорим про стабильность, то резорты, ну, всегда люди ездили, будут ездить отдыхать на море. И даже сейчас вот спросите у людей, которые просидели дома два месяца, что вот назовите три вещи первые, чтобы вы сделали, когда откроются границы, все скажут, уедут. Уедут отдыхать на море, потому что это действительно важно, это просто жизненно необходимо, да, особенно там людям, где, например, как та же самая Финляндия или Россия, да, где 9 месяцев свинцового неба головой. Если говорить про не мое мнение, а про мнение экспертов, я хотел обратить внимание, здесь не распечатку, но, естественно, это распечатка с сайта, ну, то есть вы можете то же самое увидеть на сайте. Это London Post, газета, статья от 18 мая 2020 года, она называется «Лучшие страны для инвестиций в 2020 году». Вот, ну, естественно, там начинается словами пугающие о том, что JP Morgan предсказывает, что 60% будет в 2020 году рецессия, ну, и как бы исходя, куда же нам инвестировать, спрашивает London Post, и у него нет, значит, аналитики подготовили отчет. Я хочу сказать, что вот на втором месте находится Таиланд, то есть мы даже, по мнению самих же британцев, находимся выше них по интересу в инвестиции, да, как страна, да, более интересная. Вот, вы можете посмотреть, вот, на первом месте Хорватия, потом Таиланд, потом идет сама Британия, ну, и четвертом это идет Индонезия, потом идет Индия и так далее. И даже я хочу вам сказать, что, например, там, Италия, там, на шестом месте, а Сингапур на десятом, да, ну, то есть мы понимаем, что... И речь, речь здесь, речь там в этой статье идет именно об инвестиции, да, не просто, там, абстрактно, насколько там сейчас какая-то безопасность. Еще хочу сказать, заметите одну вещь, если вы обратите внимание, ну, вот, не очень, да, приятно сейчас говорить, там, об этих, там, слова, слова, там, какие-то, которые можно обходить, там, кризисы и прочее, ну, даже, вот, например, сегодняшней реальности, так мягко скажем, обратите внимание, ну, например, сегодня, по-моему, со второго числа у нас на Паутете открылись отели, да, им дали разрешение открывать. Понятное дело, что пока турпоток большой не налажен, многие еще не откроются, просто в силу того, что это не имеет смысла. Но, тем не менее, мы уже, как говорится, справились со всеми трудностями и к первому июля, я думаю, уже там будем готовы, да, к принятию туристов. Как это будет, непонятно. Почему? Потому что все, в Азии все просто. Правительство сказал одеть маски, через пять минут две стороны в масках. Азии сказали все сидеть по домам, через пять минут на улице никого. И благодаря этому все, все почтительно, уважительно, никаких столкновений, никакой преступности, никакого мародерства, никаких грабежей. Все тихо, мирно, чинно и спокойно. Вот что из себя представляет Азия. Поэтому она просто даже по своей культуре стабильна. Ну, насколько вот на ответил на вопрос, я понимаю, время ограничено, конечно, хочется услышать, Арон. Арон, ну, Эрик сейчас вроде к нам подключается. Вот ваш взгляд, во-первых, откуда взялся, может быть, этот стереотип, насколько он корректный, что, почему азиатский рынок может казаться нестабильным и является ли он таковым на самом деле? Ну, мы все прекрасно знаем, что, как правило, все страхи у нас идут от невежественности, да? И если никого не обижать, то, значит, давайте заменим это слово неизвестностью. То есть, если людям неизвестно, если он не знает, то большинство населения планеты вообще лучше скажет что-то негативное, мне так кажется, во всяком случае есть такая тенденция, чем будет говорить об этом в каком-то другом ключе. Что касается каких-то кризисов, вспышек кризисов, и я не наблюдал, если говорить вот именно с точки зрения моего восприятия, вот Азии, я не наблюдал вот этих вспышек кризиса, я их не видел. Потому что я очень знаю, да, кстати говоря, Карен говорит очень правильно, то, что дисциплинированность на очень высоком уровне. Кастовое общество, это азиатское общество, и оно существует классы, подклассы и так далее, и каждый знает свое место. То есть, народ себя не идентифицирует как народ, а он идентифицирует себя в первую очередь как общество. Соответственно, когда владелец Феррари чувствует какой-то кризис, он не бежит продавать его. И он просто выгоняет из гаража свой велосипед и точно так же продолжает свою жизнь в том же стиле. И фактически один владелец Ламборджини не продает, третий не продает, десятый не продает, паники не существует, а баллы рынка не происходят. Поэтому мне кажется, что все-таки это в большинстве своем миф, некий миф от незнания. Я не помню никаких кризисов, и Карен правильно говорит, что как раз Азия выходит сейчас, одна из первых и выйдет из кризиса. Одна из первых. И именно благодаря своей дисциплинированности и, может быть, даже какое-то такое слово, можно сказать, послушности. Эрик, надеюсь, ты подчинил свой финский интернет, и мы сможем, так сказать, выслушать тебя. Ты его подчинил очень ограниченно, ты подчинил только картинку, а звук ты не подчинил. Сейчас ты подчинишь звук. А сейчас? А сейчас? Ура. Все. Финская система работает. Ура. Да. Вопрос был тот же самый. Мы сейчас говорим о стереотипе, связанном с нестабильностью рынков Юго-Восточной Азии. Пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу? Ну, то, что я услышал, конечно, тут Аром правильно сказал, что зачастую это как бы от незнания. Я как математик приведу некоторые цифры. Возможно, любителям точности и цифры, они будут любопытны. Ну, как определяется страна? Она распространена по росту продуктов, то есть по росту ВВП. Какие цифры, так сказать, показывает экономика страны в целом? Ну, конечно, Азия бьет Европу, так сказать, лёжа. Вообще ничего не делал. Ну, вот как несколько примеров. Я взял три страны, чтобы не быть ограниченными только Индонезия и Таиландами, я добавил всё Вьетнам. Скольку о Вьетнаме много говорят, он может тоже кого-то интересует. К тому же, по-моему, Вьетнам, ну, так сказать, тебя тоже интересовал, судя по плану. Ну, так вот. Начинаем с Таиланда. Значит, рост за последний год 4%. Индонезия 5%, Вьетнам аж 7%. Сравним с тремя странами Европы. Россия 2,3%, Франция 1,7%, Болгария, возьмём как бы страну наиболее, ну, не наиболее, а одну из, так сказать, небогатых стран Европы. 3,1%, Испания, замечательно, 2,54%. То есть по росту экономики из года в год и уже много лет, так сказать, Европа в этом смысле отстаёт от Азии. Что нужно понимать? Ну, это как бы первое. Прожди, но они начинают с более низкой точки, может быть, в этом дело, понимаешь? Ну, как бы всегда можно вырасти на 10%, если ты начинаешь... На 10% легче расти, если ты на дне, да? Может быть, в этом дело? Конечно. Если мы возьмём, скажем, ВВП per capita, то есть разделение общего экономического, так сказать, дохода, дохода на единицу населения, то, конечно, Азия в этом смысле покажется немножко отстающей от европейских стран. И, конечно, у них, так сказать, путь движения дольше. Но, в конце концов, нас же интересуют растущие рынки. Мы же говорим про доходность и про то, почему стоит инвестировать в Азию. Если мы говорим только о том, где человеку нравится жить, тут вообще бессмысленно что-то кому-то советовать. Кто-то любит Париж, а кто-то любит Бангкок. И тут уж, как бы, так сказать, на вкус и цвет, что называется. Если говорить о доходности, то, наверное, нужно смотреть на макроэкономические показатели тоже и на потенциал роста. Если 7, 8, 10 лет подряд азиатская экономика растёт, ну, в общем, это тоже неплохой знак. Так, вот, поскольку немножко упомянули сегодняшнюю ситуацию, хочу, не хочу использовать эти слова надоевшие, что сейчас происходит. Я хочу вот такую вещь подчеркнуть, опять-таки про цифры, если Филипп позволит, буквально очень быстро. Угу, понятно. Выход из кризиса, да, ты прав, кризисы, как правило, начинаются в Азии, хотя не всегда, но те, кто начинаются, они, как правило, быстро и заканчивались в той же самой Азии. Сейчас, когда недавно было исследование, опрос китайских туристов, а Таиланд в достаточной степени зависит от китайских туристов, это всё-таки каждый четвёртый турист, приезжающий в страну, это Китай. Так вот, более 70% готовы ехать в Таиланд уже в августе месяце. Была вот на Бангкок-Пост, была интересная статья, что 71% готов ехать в Таиланд. Про Индонезию не спрашивают, сколько Таиланд всё-таки для китайцев такая, наверное, первая страна, одна из самых популярных. Вот, то есть они готовы, и они поедут, как только Таиланд позволит это сделать. В этом смысле все предпоследствия для быстрого восстановления. Ещё маленький нюанс. Южная Европа, конечно, потеряла этот год, к сожалению. Таиланд в силу своего географического расположения год ещё не потерял, только и сезон позже начинается. Поэтому вот я смотрю на это с большим оптимизмом. Ну, хорошо, если мы говорим о цифрах тоже, и у меня тоже цифры есть. Я вот нашёл, например, цифру такую, она от Колерс, компания Колерс. Вот Арон, например, написано, что цены на жильё, вернее так, продажи квартир в Индонезии могут упасть на 30%. Продажи в высотных комплексах, ну, правда, речь идёт о данных первого полугодия 2020 года. Дальше, падение индонезийской рупии до самого слабого уровня после азиатского финансового кризиса 1998 года. Ну, меньше просмотров. То есть, понятное дело, что продажи квартир в марте снизились на 25-30% за квартал. Понятно, что это во всём мире произошло. Но, Арон, если мы говорим, например, про Бали, вы как-то это сейчас ощущаете? Вы видите, что ситуация сейчас должна как-то восстанавливаться? Я отвечу вопросом на вопрос. Карен, вы меня слышите? Да, да, да. Вы согласны, что Бангкок и Пхукет – это совершенно две большие разницы, как говорят в Адусе? Ну, абсолютно. Это совершенно разные рынки недвижимости. Вы согласны, что это два как будто разных государства? Ну, государство одно, но правила разные. Совершенно разный уровень жизни, да. Бали и вся остальная Индонезия, они совершенно разные. Вы не представляете, насколько они разные. Поэтому, в первую очередь, я бы, конечно, поставил под сомнение не выводы вот этой экспертной группы, да, а местность, где они это делали. Если речь идёт о столице Индонезии – Джакарте, то да, у меня там, например, есть апартаменты, и они, естественно, упали в цене. Но если речь идёт о Бали, я даже скажу, что можно было бы провести такую параллель, как Сочи и Москва. И если на Сочи, предположим, может повлиять что-то, то на Москву меньше повлияет, потому что в Москве другие процессы индустриальные, в Сочи другие процессы. И, я прошу прощения, и вот поэтому я бы не подтвердил эти данные. Второй момент. Мой отель полон. Он не такой большой, но он полон. Рядом всё забито. Я понимаю, что это могут быть застрявшие, это могут быть… Но вы понимаете, цифры – это всего лишь цифры. Можно говорить, что это клише, можно говорить, что это какие-то стереотипы, да. Но всё-таки я считаю, что… Я причём, заметьте, я не завлекаю в Азию ни в коем случае. Я не эксперт. И это не мой кишефт, это не мой бизнес, да. Поэтому я всё-таки более объективно к этому отношусь. Нет, я не считаю, что слишком сильно всё упало. Да, если кризис продержится, пардон, ещё год, чего я не предполагаю, потому что у нас тоже скоро границы открываются, то да, конечно, падение будет. Но здесь год не будет не открываться. Здесь буквально через месяц-два тоже всё открывается. Поэтому здесь самое главное, что я хотел бы сказать, да. Цифры – это отнюдь не показатель, именно потому что разные регионы. Второе, я, наверное, забыл, что… Да, в общем, статистика, она не объективна, она не передаёт истинной картины, что в Индонезии, в общем, в целом, и на других островах, что на Бали. Окей, дамы и господа, сейчас обратимся к чату, и я прошу пока в чате, ну, периодически опубликовать контакты всех наших экспертов, чтобы, ну, кому интересно, мог бы этому связаться с нашими экспертами напрямую. Ну, с некой периодичностью публикуйте, пожалуйста. Пожалуйста, Карен, а вот как раз вопрос тоже пошёл, и вопрос по ценам. Есть ли, на твой взгляд, у недвижимости Пхукета шанс дорасти в цене, до уровня, скажем, Ниццы или Майами, или потолок уже виден? Опять же, ну, вот идёт этот рост, он действительно идёт, там, смотри, 4%, 5%, цифры такие основательные, 6%, причём на протяжении большого количества лет. Это тоже может немножко пугать? Росло, росло, потом бац, упало. Да, твои ощущения. Ну, я согласен, наверное, экономика циклична, но, с другой стороны, на сегодняшний день, в целом, недвижимости, например, на Пхукете, там, можно купить сейчас апартаменты, на такой пейс, если люди приехали к нам, клиенты из, они живут в Юрмале, тоже застройщики, они там строят что-то, и они посмотрели то, что у нас на первой линии, по каким ценам это продаётся, причём это с профессиональным отельным управлением в международных отелях, все Аквар Хотелс там, вот. И очень-очень всё здорово. Они сказали, ну, у нас это стоит в Юрмале там в 5-4-5 раз дороже, да, то есть, но я могу сказать о том ещё, что в целом, я не думаю, что мы можем говорить, как рынок недвижимости весь. Ну, мы же с вами понимаем, что это такой продукт, который очень сильно отличается один от другого, да, то есть, недвижимость, она отличается и локацией, она отличается, так сказать, на кого она ориентирована, она отличается управлением своей, управлением этой недвижимостью. И, конечно, Пхукет растёт, и у него огромные перспективы. Вообще, в целом Таиланд растёт, и, конечно, круглый год туристов, если мы говорим про высокий сезон, дело в том, что у нас, так сказать, как сезонности такой ярко выраженной-то нету, потому что к нам, например, зимой очень много едет, конечно, из Европы, из Азии, ну, китайцы к нам постоянно едут, из Европы в основном едут к нам люди, а когда у нас летом, например, ну, сейчас никого нет, естественно, в силу обстоятельств, а так у нас очень много людей из Индии приезжает, и которые тоже готовы хорошо платить. Вообще, средний, у нас по Пхукету 74%, это просто вот средняя температура по больнице заполняемости, в хороших комплексах даже больше. Ещё одну цифру тогда назову, Эрик, я тогда уже к тебе, наверное, будет вопрос. Самый быстрорастущий туристические направления в 2019 году список. Вот тут действительно ваша правда, тут не поспоришь. Ну, Янгма, понятно, там политическая специфика своя есть, но плюс 40% тем не менее. В десятке Вьетнам плюс 16%, Филиппины плюс 15%, Мальдивы плюс 15%. Но можно ли сказать, что вот говоря о рисках недвижимости, ну, опять же, грубо возьмём, там, все Юго-Восточной Азии, надо делить, по крайней мере, на рынок такой внешний, скажем, больше туристический, если мы говорим о недвижимости, его надо оценивать отдельно. И тут перспективы более-менее стабильные, хорошие. И вот внутренний рынок, который подвержен совершенно другим процессам, и, ну, соответственно, вклад в эти рынки, инвестиции в эти рынки, они должны осуществляться по совершенно другим законам и совершенно с другой осторожностью. Говорить про всю Азию, конечно, было бы верхом смелости с моей стороны, я этого не могу себе позволить. Значит, действительно, как туристическое, например, тот же Таиланд, вот, скажем, вот Бангог стал самым посещаемым городом в прошлом году, в 19-м. Он обошёл Париж, Лондон и так далее. То есть Таиланд, в принципе, принял порядка 40 миллионов туристов. И Пукет, в частности, около 10 миллионов. А, кстати, Бали 6 миллионов, что тоже достаточно мощно для такого острова. То есть, собственно, поток есть, и он растёт, естественно, и растёт по ряду причин. Это, конечно, и локальный туризм. Я не говорю про местный, а больше про туризм, например, из того же Китая, который, ну, все знают, что китайский турист важен. Вот. И в этом смысле, конечно, и на ценообразование это влияет. И обычно же люди, покупающие туристическое недвижимость, сначала приезжают на туристы. Первый покупатель туристического недвижимость сначала турист, а потом уже покупатель. Если он никогда не был в том же Таиланде, вряд ли он слепой будет это делать. Вот. Рост есть, конечно, и он обусловлен географическим потягиванием. Можно ли сказать, я о чём хотел спросить, что туристическая недвижимость – это одно, это круто, а вот вся остальная – это такая более осторожная ситуация. Ну, видите, в сегодняшней ситуации туристическая как раз совсем не круто, потому что туристическая встала. В общем, я понимаю, что там, может быть, какие-то отдельно проекты работающие и прочее, но когда страна закрыта и движения туризма нет, то, конечно, туристическая недвижимость просто так сказать, еле-еле как-то волочётся. В общем, если, опять-таки, обобщать. Потрясусь, вот у Ароны, может быть, в его точках всё замечательно, и дай бог, и что всегда так и было, но это не общее правило, это, скорее, исключение, подтверждающее правило. Поэтому те, кто, скажем так, ставят на курортную недвижимость, вот они сейчас получили немножко такую встряску, что такая ситуация бывает. Конечно, мы можем сказать, что осенью всё пройдёт, мы там забудем, никогда это не повторится. Но, тем не менее, здесь есть своя сложность. Это один фактор. Дальше, что касается недвижимости курортной и некурортной, в том же самом Таиланде нужно ещё такую вещь понимать, что иностранцы, как правило, покупают курортную недвижимость и всегда покупают за полный кэш, ну, не говоря о рассрочках при застройстве строительства. Насколько я знаю, Карен, по правде, если я не прав, в Таиланде невозможно иностранцы получили ипотеку. А это существенный ступор для роста цен. Это очень большой ступор для роста цен в Таиланде. Замечательно, замечательно. Не на Бали, в нашей компании. А, в компании. Ну, у вас отдельная история. Финансирование у нас тоже есть от застройщиков. Арон, это не сильно поможет, потому что у вас не имеет права владеть недвижимостью. Я нашёл способ об этом сказать, понимаете, клинится. Нет, это правильно. Завершая свою часть, отвечая на данный вопрос, я скажу, что рост цен непредельный, и он очень сильно изменился бы, если бы тайские банки решили давать ипотеку иностранцам. Окей, хорошо. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Можно я добавлю буквально чуть-чуть? Коротенько, да. Смотрите, ну, в целом, в целом, да, то есть процедура такая есть, она достаточно сложная, и действительно она там, ну, на самые интересные строящиеся объекты не подойдёт. Но, как вот сказала Арон, у нас очень много застройщиков, которые в целом дают рассылочку платежа. То есть ты можешь купить квартиру или там делу, я не знаю, там заплатить в течение стройки 50%, а потом ещё до пяти лет там платить и платить. Уже жить там, сдавать, получать доход, там закрывать. Я думаю, Арон тоже самое говорит об этом, это финансирование. Но хочу сказать, что банки, вообще об этом идёт речь, сейчас идёт речь. Просто тут в Азии не всегда всё очень быстро, да, потому что не все бегут за там высокой прибылью. Вот, всегда есть какие-то внутренние моменты. Но я думаю, к этому придут обязательно. Окей, давайте перейдём ко второму стереотипу. Если мы говорим о первом, то, в общем, я встретил такой, ну, если не откол, а по крайней мере единодушное мнение, что, ребят, как раз Азия, в общем, стабильно, ну, понятно, что, как говорит, кстати, древняя китайская пословица, которую я безумно люблю, в кастрюле с горячей водой нет холодного места. Если, ну, плохо по всей планете, то, наверное, какие-то отголоски этого и в Азии тоже будут. Смотрите следующий наш стереотип, я его описал следующим образом. Всегда нужен переводчик. Эта фраза как в буквальном смысле, так и локально очень-очень понятна. Когда мы приезжаем в Испанию, когда мы приезжаем, тем более, в Болгарию, очень частый, понятный аргумент при покупке недвижимости, при выборе недвижимости. Нас здесь понимают. Ну, ладно, испанские там знают не все, но всё равно менталитет более близкий, более похожий. Ты понимаешь, с кем общаться, как общаться. Правила для тебя более очевидны. Когда мы говорим, вот тайцы говорят на своём английском. Да, но когда мы приезжаем в Болгарию, например, это же абсолютный довод у продавцов, что, ребят, если вы сюда переезжаете, тем более, здесь все тебя понимают, здесь все хотят или могут говорить по-русски. Или почти все. В Азии на самом деле такого нет. Арон, ваше ощущение, насколько это проблема? Проблема общения формально, с продавцом, ты должен как-то с ним разговаривать. И вот проблема оккультуривания. Может ли она каким-то образом влиять на настороженность? Да, разумеется. Если, только в том случае, если ваш проводник, будем говорить так, куратор, человек, который делает вашу сделку, который рядом с вами находится, я вам скажу так, что, вы знаете, вот я опять-таки от обобщения пойду к частным примерам. Например, мой индонезийский язык, когда я говорю по телефону, первые 2-3 минуты люди не понимают, из какой я провинции. Это понятно. Во-первых, я очень жестко учу язык. Кто-то спит, а кто-то учит язык. И потом я человек восточный, мой родной язык иврит, он на меня легче ложится. Третий момент в том, что, когда я разговариваю в присутствии своего заказчика с владельцем земли или с какими-то другими людьми, я постоянно стараюсь переводить на английский язык, хотя бы как-то синхронизировать. То есть, я, кстати говоря, по другому поводу хотел сказать, сейчас вернусь. Здесь очень большой играет роль возраст человека, который вами занимается. Если это человек до 30-35 лет, я при всем своем желании, уважении, я поверить ему не могу. У него нет корней и не будет. Завтра у него ребенок подрастет, он улетит. А значит, любая его сделка, она временна. И тот, кто будет мне клясться и говорит, что я здесь буду еще 30-40 лет, я не верю. Вы понимаете, к чему я веду? Я не верю, потому что его ребенок подрастет, супруга придет, скажет, надо повезти его в школу, учиться и он улетит. Поэтому я верю только тем людям, зрелым людям, возрастной ценз которых начинается от 50 лет. Не потому что мне 50 лет, 53 точнее года, а потому что до 48 лет примерно я все-таки никак не мог решить, я остаюсь в Индонезии до скончания своих веков или нет. И только тогда, поверьте, и только тогда, когда я решил, когда я принял решение оставаться и заканчивать здесь свою жизнь, тогда у меня все пошло в гору, ну, лет 7 назад. Поэтому все зависит от того, кто рядом с тобой, это тоже частный случай. Как он чувствует собеседника и третий человек, который находится во время вот этих переговоров, он видит на ментальном уровне, на интуитивном уровне, он понимает, есть контакт или нет контакта, или тот напрягается, хмурится, не понимает. Все должно происходить очень, в общем-то, на, не очень люблю это слово, но на позитивной ноте. Второй момент. Контракт. Я никому, простите, не верю. И я не люблю, когда верят мне и доверяют мне. Я не просил никого мне доверять. Ребята, доверяйте контракту. Ты сегодня мне доверяешь, потом ты разуверился и так далее, потом ты меня кем-то называешь. Не надо. Доверяй контракту, пишем в контракте, перепроверяй. Делай, посылай третьему переводчику, посылай пятому. Поэтому здесь опять-таки вот этот вот стереотип, обобщать все, понимаете, обобщать. А все складывается из частности. Окей, понимаю, но, Эрик, скажи, но твое ощущение, ты же жил в Азии. Ведение переговоров, менталитет. Я сейчас под языком подразумеваю не только возможность общаться, в конце концов, на английском. Илья справедливо заметил, тайцы тоже говорят на своем тайглише. Я даже что-то понимал. И мне коллеги объясняли, как правильно с ними разговаривать. Но не только же в языке дело. Совершенно. Твое ощущение. Ну, действительно, вопрос предполагает, собственно говоря, две темы. Вопрос коммуникативный, он самый простой. Как объясниться, дайте мне то-то, дайте мне все-то. Второй, он связан, естественно, и с контрактами. Тоже, Орн, совершенно право. Надо считать контракт, а не смотреть в глаза человеку. Контракт – это то, с чем вы останетесь. Человек действительно может сегодня быть с вами, завтра его нет. Я имею в виду агента или там кого-то, с кем вы работаете. Но главное, наверное, то, что Филипп предполагал спросить, это то, в чем разница в ментальности, и как это отражается на сделках, как это отражается на продаже недвижимости. Я позволю себе очень кратко рассказать историю, в которой я сам участвовал. Дело в том, что в Таиланде семья российская покупала дом, и, как известно, в Таиланде иностранец не может купить дом, ему нужно там через компанию. Мы говорим, мы сидим за одним столом, где вот покупатели, представительница, директриса этой компании, застройщика, и, значит, вырежет о доме. Там выясняется, что вся земля заложена в банк, и банк открепляет кусочки земли по мере продажи того или иного дома. И люди, российская пара, спрашивают, а как нам убедиться, что мы сейчас заплатим деньги, чтобы я сейчас заплатила, а что это действительно будет наше, и как это живет оформлено. Они говорят, ну, там документы нет. Ну, нет, ну, все-таки, вот, а вдруг вы нас там, не дай бог, там обманете. На что она говорит, что у меня муж начальник полиции, и у вас никогда здесь проблем не будет. И так смотрят в глаза со значением, что этого достаточно. Вы чего, ребят, не понимаете, что этого вполне достаточно, раз у меня муж там начальник полиции, значит, все у вас будут документы, и счастье вам будет в этом Таиланде, и прочее, прочее. Они говорят, у меня тоже родственник там, полковник где-то, так а что, я же ничего не могу вам обещать в Москве, например, если вы приедете. Ну, в общем, так далее. Это краткая история, наверное, показывающая. Они купили в результате. То есть важно же для человека, все же понимают, что там Таиланд или Индонезия – это не Россия. Очевидна разница. Даже когда вы в Болгарию приезжаете, все равно вы понимаете разницу между, так сказать, ментальностью болгарской, в том числе и в части покупки, и ментальностью, допустим, российской, если вы из России. Она разница везде, и в Испании, и в Испании, и в то время тоже. Поэтому, да, разница есть, ее надо учитывать, и надо принимать, что вы действуете по другим правилам. Либо вовсе не покупать, либо вы так бы этого боитесь. Хорошо. Карен, а вот твой взгляд, вот как можно охарактеризовать отношение местных жителей, местных продавцов, местного рынка к покупателю-иностранцу? Вот они тебя воспринимают как равного, или ты приезжий, вот у меня вот этот момент рисует, и ты как бы так немножко, ты чужак, и поэтому, в общем, если не кинуть, то пошутить над тобой, в общем, благое дело, твое ощущение. Ну да, я прям чувствую, это такой прям вот стереотип, витающий в воздухе. Это странно. На самом деле, я, ну, я не понимаю, как бы, зачем вот, ну, вот, во-первых, ну, так вот, как это работает по практике, да, я не знаю, возможно, у Аарона просто у никакого застройщика взгляд, да, потому что там чуть-чуть там глобальные, да, переговоры и так далее, вся эта смета и так далее, и прочее. Покупки недвижимости, но с 80% мы продаем даже больше, наверное, первичку, просто потому что она намного более интересна на сегодняшний день, о чем мы попозже тоже поговорим. Кто такие продавцы? Ну, это не тайский базар, там, где вот ты идешь покупать, я не знаю, каких-то там, эти семечки или как, каких-то паучков, да, жареных. Ну, нет, это профессиональные акулы рынка здесь работают. Огромные застройщики из Гонконга, из Европы, которые также в коллаборации там с тайской компанией участвуют, тайцы обычно это там земля и стройка, все там проекты, управление и так далее, это больше лежит и на, и продажи на иностранцев, практически в каждом комплексе есть русскоговорящий став, а наши контракты, они на двух языках, на тайском и на английском, и практически все застройщики еще делают копию для оплаты в банк русской части. Ну, то есть, как сказать, у меня очень много клиентов, которые вообще не говорят по-английски даже, ну, и спокойно заходят и выходят из проектов, зарабатывают деньги. Но тут дело в том, что, смотрите, ну, немножко, опять же, наверное, Пхукет, оно отличается, потому что Пхукет более международная история. Ну, если там сравнивать, там, Гонконг и Сингапур в Китае, то что-то похожее можно сказать про Пхукет в Таиланде, да, потому что все-таки немножко другая атмосфера, да, она немножко отличается, она значительно где-то отличается, хотя бы в рынке недвижимости. Что бы я хотел еще сказать, что, во-первых, у нас все сделки, практически все сделки проходят через агентов. И, ну, многие приезжают и думают, ах, сейчас я тут пойду и без агента все куплю. Ну, или получается не очень хорошо. Вот, почему объясню. Да, да, да. Ты можешь вот... Корен, просто извини, короче, не бью. Ну, давай, договори, ладно, давай, перебью. Давай... Ну, я просто хотел сказать историю, да, то есть у нас даже глава к Таиланцу там приходит и говорит, ой, слушай, там, ну, вот я тебе деньги хочу купить. Он говорит, нет, слушай, вот мой агент, вот ты ему звони и вот с ним разговаривай. Ну, это нормальная, здоровая такая атмосфера, когда есть каждый специалист, занимается своим делом. То есть вот это как раз агент, который человек, который сводит и отвечает как раз в сделке за каждый пункт этой сделки, да, и вот хотел перебить, перебивай. Я уже перебил, но уже не перебил, потому что ты уже как раз закончил. Ты как раз начал отвечать на мой вопрос, который я хотел задать. Ну, говори, говори. Но вот так получается, что именно вот в... ну, там, с иностранными покупателями работают не сами тайцы, не сами индонезийцы, а всегда нужен кто-то другой. Ну, вот условно говоря, в Болгарии я приезжаю, я готов общаться с болгарским риэлтором, и они есть. А я приезжаю в Испанию, редко я общаюсь, там может быть русскоговорящий сотрудник, но это будет испанский риэлтор. А вот в Азии возникает ощущение, что всегда нужна какая-то прослойка, что вот напрямую они и я с тобой работать не будут, не могут, не хотят, или в чем здесь дело. Пожалуйста, Арон, давай. Вот мы потом Карен тоже ответим. Пожалуйста, Арон. Да. Самому проводить сделку или с кем-то – это ваш выбор. И вы отвечаете за него. Почему? Вы приехали в страну без знания английского языка, и это был ваш выбор. И поэтому вы должны кого-то искать. Если речь касается об, если будем говорить об иностранных отданных, то у них проблем с этим не возникает. Такой сепарированности, такой, скажем так, не интегрирующей страны, как Россия и Китай, очень мало таких стран. Они как в коконе в своей культуре и в своей ментальности. И они не хотят воспринимать ничего. И поэтому таким странам, как Австралия, Штаты и даже Италия с каким-то близким менталитетом, у них нет никаких проблем. То, что, Фил, вы говорите, это, наверное, все-таки, согласитесь, что это большинство о российской ментальности. Ну, то есть, Карен, пожалуйста. Ты давай. Ну, смотрите, я не совсем соглашусь. Работа с агентами – это устоявшееся правило. Когда я рассказывал эту историю, Таец сказал, звони моему агенту, а за агентом была тоже Тайка. Просто все… Ну, действительно, есть разделение. Я, ну, вот моя специализация, я занимаюсь этим. У меня есть специалист, доктор, который лечит мне зубы. У меня есть специалист, который там обеспечит правовые вопросы. Да, да, да. У меня есть специалист, который занимается сделками с моей недвижимостью. И тут нужно понимать, что у каждого… Каждый получает свое, То есть, ну, и в этом плане я абсолютно 100% соглашусь с Аароном в моменте того, что нужно смотреть, чтобы человек действительно имел какие-то корни. Потому что… Во-первых, не покупать у личности. Потому что агент, по большому счету, это… Ну, на моей практике, да, это должно быть принципы, а не личность. Да, потому что сегодня личность здесь, личность там. Например, нашей компании 11 лет. Я здесь 4 года, да, но даже если что, она все равно останется. Наша компания выставлена по определенным принципам. И мы всегда на протяжении всего владения недвижимости мы обеспечиваем сервис для наших клиентов. Ну, вот неважно, 10-15 лет он владеет, мы все время бесплатно рядом с ним там решаем вопросы. Ну, ладно, не про рекламу сейчас речь. Я говорю про в целом рынок. И этот рынок, он сформирован англосаксами. Здесь большую часть рынка недвижимости, рынка бизнес-атмосферы. А Болгарию и Россию? Да, скорее всего. Я, честно сказать, даже ни разу в Болгарии не был. Эти культурные правила здесь, они очень, очень как скрепы общества. Потому что сюда ты, когда приходишь, ты должен понимать, ну, наверное, в России, ну, вот такого, да, риски. Ты говорил о рисках, Фил. Вот я, например, скажу, что, по-моему, за 19-й год в России было, по-моему, 36 тысяч обманутых дольщиков. Но в Хукетту даже тысячу в страшном сне не снилось. Ну, вообще, Таиланду в целом. Но у нас совершенно разный подход. Мы как сидим, выбираем какие-то сделки в России и просто считаем сразу готовимся к суду, да, как мы там свои деньги будем забирать. Но здесь совершенно такого нет. Но вот совершенно небо и земля. То есть не надо, вот когда человек, он, понимаете, в базе, когда ты приезжаешь в Базию, ты понимаешь, мир вокруг, это не война. Тебе не надо отвоевывать. Тебе надо просто творить. Тебе надо жить и радослаждаться жизнью. Тебе не надо забирать с палкой, с виллами свой кусок каждый день. Это не так. Окей, хорошо. Но тогда, завершая эту часть, Эрик, тебя спрошу. Ну, вот смотри, есть я, такой замечательный покупатель. Я приезжаю, неважно, в Индонезию, в Вьетнам и так далее и нахожу риелтора и вдруг по каким-то странному стечению обстоятельств это риелтор оказывается местный, то есть не понаехавший, а местный. И вот я начинаю с ним общаться. Это будет, языковых проблем нет. А какие-то проблемы еще могут возникнуть вот все-таки? Нет, нет. Смотри, ты вот, можно я чуть-чуть отключусь на сайт, потому что там было одно важное слово насчет чужаков. Вот ты там, скажем, ты говоришь, что там в Болгарии ты не чужак, в Испании ты не чужак, а в Азии ты чужак. Ты чужак везде и я чужак везде. Просто в Европе люди переехали, я переезжал несколько раз с попыткой на постоянное местожительство в разные страны и везде пытался как бы пристроиться. Я понимаю, что разница между людьми, переезжающими в Азию и людьми, переезжающими в Европу в том, что в Европе люди стараются, имеют некую хотя бы расовую изначально возможность как-то размытся среди местной публики и стать как бы местным. Но таковым никогда не становясь, потому что разные культуры. Человек выросший в Советском Союзе, ну никак он не может стать не чужаком в любой другой стране, в любой совершенно. И тут без разницы это Европа или Азия. В Азии просто люди на это дело даже не покушаются на то, чтобы адаптироваться под своих, потому что они изначально внешне уже под своих не катят. Поэтому ты везде чужак. Но это на самом деле не является никакой проблемой. Просто нужно принять, что ты приезжаешь в другую страну и будешь жить под несколько другим правилом. Или ты изначально не приемлешь иных правил, кроме как у себя дома, то лучше вообще никуда не выезжать. Правильно? Вот. Это что касается чужак. В этом ничего страшного нет. Ты едешь за лучшей жизнью для себя, а не для того, чтобы ты там все население страны начинал тебя уважать как своего какого-то человека. Ты не будешь своим. Но это не проблема. Это не надо ждать, чтобы... Что касается общениями с агентами или не с агентами, с кем угодно, это всегда языковой барьер. Совершенно правильно. И Россия, и Китай очень замкнутые рынки. И китайцы любят работать с китайцами не потому, что никто из них не говорит по-английски. Им проще и понятнее. Поэтому и со стороны продавца должен быть китайцы. И это без разницы для застройщика или агентства. Если в Таиланде... Раньше, когда я там жил, застройщики были менее принципиальными и допускали до себя покупателей, давая им скидки и прочее, прочее. Если сейчас ситуация изменилась, я этому очень рад, потому что это очень здорово и правильно. Тоже, например, в Турции это все еще проблема, когда люди и так прыгают, и сяк прыгают и прочее, прочее. Поэтому без разницы. У застройщиков работают русские менеджеры. Работали, по крайней мере, до вот этого кризиса, скажем так. Раньше, в Паттайе, где я жил, в каждом офисе у застройщика был русскоговорящий менеджер. Поэтому не было необходимости идти в агентство только ради языка. В агентство шли, потому что у агентства есть один или там пять проектов, в агентстве есть выбор. И человек, как правило, приезжая в эту страну, не знает, что он хочет, он хочет посмотреть ассортимент. И поэтому для этого агентства. Окей. Да, Ром, пожалуйста. Я не знаю, знаете ли вы, но в прошлом году я поступил в университет в Индонезии на факультет ортодонт. Я обучаюсь сейчас на специальность ортодонта, то есть специалиста по установке имплантов. Вот. Я поступал на Индонезии Сказал, Раренский улыбнулся. И широко улыбнулся при этом. Сами себе делали рекламу. В Израиле. Я пошел туда именно потому, что вот я по образованию юрист и никакого отношения к этому не имею, но я пошел туда потому, что я понял в 52 года, что у меня нет ни одной специальности. У меня масса образований. Я говорю на 6-7 языках свободно и на русском в том числе, но у меня нет специальности, у меня нет ремесла. Поэтому я так решил. Второй момент, я хочу сказать, что смотрите, Эрик, я с вами и соглашусь, и не соглашусь, потому, что я со своими рабочими сижу на полу, ем еду и читаю бисмилла. Я, еврей, читаю арабскую молитму бисмилла. Бисмилла. Это, ну, немножко выходит. Я своим поведением, я шокирую людей, я провоцирую, я вызываю пересуды, и я требую своего признания. В правительственных кругах, в местном самоуправлении, и меня вызывают сейчас, когда делают дорогу, предположим, меня вызывают и советуются, но у меня право не законодательного голоса, а совещательного голоса. Но и это даже, это потрясающе. Я все сказал. Окей. Давайте дальше, у нас поступили вопросы, Андрей Игоревич задал, мы обязательно коснемся, их просто сейчас несколько слов поговорим о любимом слове любых инвесторов о слове доходность. Поговорим о ней, есть стереотипы, связанные с тем. Значит, у нас сразу два таких вот истории есть. Я с одной стороны назвал эту историю пугающие детали, а с другой завышенная доходность. Эрик, если позволишь, тебе я тогда начну. Складывается ощущение, что заявленная доходность по объектам в странах Юго-Восточной Азии выше, чем по Европе. То есть называют большие цифры. Это действительно так, это так называют, или недвижимость в Юго-Восточной Азии может, ну так, есть удачные проекты, есть неудачные, но на гора способны приносить больше? Ответа нет на этот вопрос, потому что Юго-Восточная Азия огромная территория, это сотни миллионов людей. Программа с гарантированной доходностью есть выборочно в некоторых странах и в некоторых даже городах. Если брать тот же Таиланд, который я лучше знаю, чем Индонезию, то это Пукет. На Пукете есть гарантирую доходности. Я в принципе не про гарантированную, гарантированной мы коснемся. Говорят, что... Уровень доходности. В Азии ты на недвижимости заработаешь больше. Нет, это не так. Это не так. Я не согласен с этим. Если мы говорим о пассивном доходе через аренду, если мы говорим о росте цен, ну, опять-таки, где-нибудь в Польше вы можете заработать не меньше, или там, в Румынии на росте, где-то сказать, растущие юные рынки, вы можете заработать больше, чем в среднем по Азии. Это очень выборочная ситуация. Тут нельзя... Нет четкого указания, вот езжайте в эту страну, покупайте все, что хотите, и вам обязательно, там, гарантированно, год 50% роста. Это невозможно. Такого не бывает. Это всегда очень выборочно. Но если говорить о доходности с точки зрения перепродажи, это всегда очень точная ситуация. И ее легче заработать на растущих рынках. Можно не выезжать из Москвы, взять там, открутить 10 лет назад, и до сих пор, наверное, может, лет 5 назад, люди зарабатывали в России гораздо больше, чем в любой другой стране. Вообще это возможно. Когда можно было купить там, не знаю, участок земли, и там через 3 года приобретать с двойной прибылью. Ну, где вы такое можете найти? В какой Азии? Или в какой Европе? Да нигде это невозможно. Это только на спекулятивных рынках возможно. Там, где такой рост происходит. Если говорить о доходности через аренду, то, что многих сейчас интересует, я даже не говорю про гарантированную. Но это опять-таки зависит от того, мы говорим, например, там аренда в Бангкоке, аренда на Пукете, это совершенно разные случаи, совершенно разные клиентуры, разные цены и прочее, прочее, прочее. Наверняка, если говорить о Индонезии, та же самая тенденция. Зависит от места. В Европе доходность небольшая, потому что, ну, просто цены, скажем так, высокие, еще там налоги высокие. Целый ряд причин. В Азии в среднем она выше, но это как бы, если говорить о доходности с аренды, да, она несколько выше в определенных проектах, в определенных местах, в определенных странах. Тут никогда обобщать нельзя. Обобщение – это смерть. 100%. Карен, 100% – это замечательно. Раскройте 100%. Хорошо, если мы говорим не про обобщение. Если мы говорим, ну, давай коснемся темы, скажем, гарантированной доходности, о которой мы говорим. Опять же, мое ощущение, я же, ну, поскольку представляю средства массовой информации, к нам стекается, ну, отовсюду. Информация. Мало того, что стекается информация, ну, из Азии, именно из Азии, чаще всего, с наибольшей процентной вероятностью, люди пишут, застройщики, агентства, говорят о доходности, они называют большие цифры, и они чаще говорят о гарантированной доходности. Ну, ей могут чаще, чем в той же Польше или в Болгарии. Вот, что ты думаешь? Может быть, почему нет? Коллеги, ну, смотрите, вообще мы определенную миссию, да, в себе внесем в нашей компании, потому что, помимо того, что мы там, конечно, как и все, хотим иметь какой-то профит, привлепродаж, у нас есть замечательный YouTube-блог. Я не то, чтобы рекламирую, но просто все, кто интересуется покупкой, обрезать, посмотрите, потому что там вы не увидите никакой рекламы, нет ничего. Мы просто сухо по теме. Что такое гарантированный доход? Какие подводные камни? Какие есть действительно, для чего он существует и кому он вообще нужен? Как работают там другие программы доходности, капитализация? Мы там развеиваем мифы и реально рассказываем, потому что это очень важно. Смотрите, не надо эмоциональных продаж, ну, не надо эмоциональных покупок. Есть такая вещь замечательная, калькулятор. Ты берешь калькулятор и задаешь застройщику вопрос. Окей, гарантированная доходность, мы вычитаем налоги, мы вычитаем мейтнансфи, ну, это коммунальное обслуживание, мы смотрим перспективу и получаем чистую доходность. И только так мы можем работать. Ну, действительно, я согласен. Гарантированная доходность изначально, она была придумана для того, чтобы застройщики, да, как бы сказать, привлекали средства с одной стороны, и с другой стороны могли дать продукт альтернативный банковскому депозиту. Потому что, на самом деле, что гарантированная доходность? Я там вошел в комплекс, купил там себе квартиру, в течение там 10 лет эта квартира там приносит как стабильный там 7-8-10% гарантированный доход от суммы покупки в контракте. А далее у меня обычно я ее там, ну, там есть функция опция обратного выкупа, да, опция обратного выкупа, это там не обязательство, ты можешь там сам перепродать, да, но большинство людей просто, как бы сказать, забирает деньги и отдает квартиру назад. Это такой, ну, например, депозит, там, не знаю, валютный депозит России, я не помню, сколько он, на два года, я думаю, больше там полутора процентов был, в валюте. А так как у нас, например, там 7%, да, ну, там чистыми 6,5 получается примерно. Тут нужно считать всегда и везде. Естественно, многие люди увидели перспективы развития такого рынка и начали вешать гарантийный доход на все подряд. И, конечно, это маркетинг. И во многих случаях это маркетинг. Я вам так скажу, что для этого, например, такие компании, как наши, и существуют, для того, чтобы человек к нам пришел и мы ему помогли сформировать ту инвестиционную стратегию, что он хочет и в итоге там, как бы, грубо сказать, посчитать чистое нет, что он заработает. И я еще и скажу одну вещь. Еще гарантирный доход также, помимо прочего, существует во многих проектах, отельных проектах. И его дают на первые 3-5 лет. Для чего? Потому что первые 3-5 лет, как мы знаем, любой проект, любой бизнес, он раскручивается. И по покупке, ну, могут быть там первый, второй, третий год, конечно, ну, дохода такого не будет. Чтобы поддержать инвестора, там фиксируется определенная сумма, которую он будет получать. Дальше он поработает уже по программе Rental Pool, по программе фактической доходности, которая, кстати, и при правильном управлении, и при правильном подходе будет даже больше, чем гарантированная доходность. Тут тоже не нужно ее бояться. почему-то очень многие люди спугаются фактической доходности, но он даже, мы должны понять, что если застройщик вам гарантирует 7% в течение 10 лет, ясно, что он зарабатывает больше фактически, чтобы вам и эти проценты отдать, и самому поддерживать рентабельность, и еще в самом конце обеспечить обратный выкуп. Я скажу так, это гарантированный доход, его не нужно бояться, но гарантированный доход это далеко не единственное, на что нужно смотреть при приобретении недвижимости. Вот примерно так. Окей. Арон, скажите, вот, ну вы же следите, причем изнутри знаете рынок, например, в Бали на протяжении уже довольно долгого времени. И вот те проекты, которые 5, 7, 10, 12 лет назад заявлялись, и которые показывали, может быть, там, хорошие результаты, а вот сейчас что с ними происходит, насколько это стабильная история, насколько вот та доходность и те, ну, хорошие маркетинговые и маркетинговые показатели, о которых заявляются несколько лет назад, насколько они на протяжении времени это устойчиво. Ну, а недвижимость стареет, ничего с ними. Да, и существует, безусловно, старение, существует, как и все, в жизни, есть рождение, молодость, взросление, зрелость и, естественно, угасание и смерть. Но здесь очень много зависит, я не хотел бы перечислять, от чего зависит, мы все прекрасно понимаем, что там масса, конечно, факторов, но в основном, конечно, это управляющая компания. Вот как управляющая компания поедет, так все и будет. Если не запускать недвижимость, если продолжать, все зависит, точнее, даже от владельца, знаете, если владелец продолжает питать интерес к этой своей недвижимости, он мотивирует управляющую компанию, а управляющая компания очень часто хочет, чтобы ее заслуги оценили, чтобы это видели, чтобы владелец видел, как стараются, как ему дают результат. Все зависит от владельца, даже не от недвижимости. Вы не представляете, есть настолько бедкие вообще виллы какие-то, старые, но они бедком. Но, если говорить в общем, я нет, я не вижу, если честно, причем, поверьте, меня невозможно заподозрить при страстии, потому что это не мой конюк, я еще раз говорю, это не мой бизнес. Нет, я не видел спада. Я вижу, что те, кто занимается этим, те, кто принял, как правильно Скарин сказал, калькуляторное решение, не эмоциональное. Если это принято решение, то человек до конца работает с калькулятором. Чувства могут утихнуть и уйти. И, когда я вижу вот в общем-то именно опять-таки должен процитировать Карина, англосакский подход, он четкий, он работает до самого конца. Понятно. Эрик, но тогда все-таки несколько слов. Во-первых, я думаю, что давайте сейчас ответим на вопрос, потому что уже возникла дискуссия по поводу Малайзии. Давайте ответим. Я понимаю, что вы не являетесь экспертами, может быть, именно в рынке недвижимости Малайзии, но если кто-то что-то может сказать на этот счет, пожалуйста, давайте ответим. Я не знаю, я не знаю этого рынка, поэтому не буду ничего говорить. Вы знаете, я здесь реплику одну оставил, здесь есть одна очень аккуратная деталь, очень аккуратная и очень деликатная деталь. Я прошу прощения, очень толерантен ко всему. Эта деталь, это религия, это ислам, и она подходит не всем. Малайзия гораздо более радикальнее, чем Индонезия. Вот этот один момент только. Обо всем остальном она потрясающая, она облизана, она очень красивая, потрясающие дороги, экономика процветает, но... Момент есть. Окей, Карен, что ты можешь сказать про Малайзии? Смотрите, если мы говорим, например, я немножко там касался темы Куалумпур, когда я ездил, я всегда куда приезжаю, начинаю сразу мониторить недвижимость. Ну, как бы у каждого человека свой бзик, у меня свой. И ценник там высокий, ну, то есть перспективы роста, они, конечно, будут, ну, например, в Куалумпур, как и в любом мегаполисе, но это не очень будет высокий процент, потому что ценник уже достаточно задранный. И там, конечно, очень большой выстроительный бум, там все строится, 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 строится и строится. Я не знаю, смотря всегда перед тем, как заходить, какая страна, смотрите, определитесь для себя, чего хотите, какой у вас паров входа, сколько вы готовы инвестировать, для чего вам это недвижимость, какую вы будете сами использовать. Обязательно задумывайтесь о том, не только как покупка и арены дохода, как вы будете выходить, через сколько вы будете выходить. Лучше всего строить инвестиционные стратегии, а потом уже подбирайте себе там страну и объекты. Друзья, тут поступают только несколько вопросов. Давайте вот тогда еще коснемся, раз только что вы сказали, и как раз Карен сказал про порог входа и про ценник, я бы хотел поговорить тогда еще об одном стереотипе, и вот он, я бы даже не назвал стереотипом, это просто то, что я вижу, точно. Когда мы говорим о странах Юго-Восточной Азии, она же очень разная, да, вообще это справедливо заметили, что есть вот курортная история, есть история городская, а есть вообще такая местная недвижимость, там где живут самый густонаселенный регион планеты, давайте об этом не будем забывать. Так вот, когда говорят о курортной недвижимости, все более-менее понятно, но никакую другую недвижимость мы по сути не видим. До нас доходят только те объекты, которые, ну такая мечта Остапа Бендера только в другом уголке земного шара. Вот так ли это на самом деле и почему нашего человека не допускают до другой недвижимости, до районов, не обязательно трущоб, но до районов, которые, ну скажем, более интересно, скажем, местным покупателям. Вот есть какая-то международная история, вот настроили небоскребов или настроили шикарных вилл, вот это, пожалуйста, это мы везде показываем. А вот остальное, я это даже озаглавил слайдом, сейчас покажу, кажется, это так называется, вот, неизвестный рынок. А что же, а что же другой-то? Он не существует, он не интересен, туда не надо суваться, или, или компании, которые с этим работают, которые работают на рынках, просто не готовы с этим рынком работать, поэтому вы его и не показываете. Эрик, начнем с тебя. Никаких ограничений нет, нет правила, что вот иностранцам продавайте как курортную, а вот некурортную прочее, не продавать. Там, в тех странах, где покупка недвижимости иностранцам в принципе разрешена, он может покупать любую недвижимость, ну там, могут какие-то ограничения, связанные с территориальными требованиями, в той же Финляндии, например, существуют. Естественно, они есть, я думаю, они есть в Азии тоже. Движимость, она идет, как я уже сказал, следом за туризмом. Человек куда-то съездил, ему понравилось. Тот, кто приезжает в Таиланд, он не может, ну ему может быть, не знаю, слепым, глухим и там парализованным, чтобы не увидеть, что недвижимость на городе продается или в этом городе. Сколько город и курорт завалены рекламой. Огромное количество. Поэтому он, естественно, его следующий шеф купить что-то такое и там, где он побывал, где ему понравилось. Редкий инвестор, бросив Пхукет, поедет куда-нибудь на север, в Чингмай, например, насчет там что-то выбирает. Это не очень-то свойственно российским покупателям. Они будут покупать там, где есть вода, где есть пляжи, где они были туристы. Но это их собственный выбор. Это не потому, что им кто-то запрещает ехать куда-то. И опять, это касается и цен тоже. Ну, Пхукет отдельная история, но в Паттайе вы можете купить там за миллион батов, там за 800 тысяч батов квартиру. О, плохонькую, но тебе не менее некий свой угол. Что такое 800 тысяч батов? Где-то полтора миллиона рублей. За эти деньги там, ну, сложно где-то в других странах найти что-то себе более-менее съедобное, в кавычках. Но ты же, вот сам говоришь, ты же инвестиционный консультант. Ты что, не посоветуешь такую историю? И почему не посоветуешь? Потому что ты ехать не знаешь, ты ею не занимаешься? Потому что, и это мои коллеги уже сегодня озвучили, это действительно очень правда и очень важно. Когда речь идет о покупке инвестиционной недвижимости, значение управляющей компании, по крайней мере не менее важной, чем сам объект. Я бы даже сказал, что это же в большей степени. Ну, очень простой пример. Вы, например, покупаете кафе в центре города. Проходимость феноменальная, но отдаете это на откуп скажем управляющему, который просто-напросто сидит, там ничего не делает, там общается с девчонками, а кофе отвратительный. В результате локации вас не спасет. Вы можете зайти за угол и найти атмосферное, замечательное место, где прекрасно, уютный управляющий, атмосфера, соответственно, управляющий, все прочее. То есть, короче говоря, локация не финалится определяющим успехом финансового. Это все мои коллеги, надеюсь, подтвердят. Здорово, там первая линия и прочее, прочее, но это не гарантия того, что вы всегда там будете зарабатывать, что и спорт может даже самый прекрасный продукт. Поэтому вопрос управляющей компании, если управляющая компания правильно все делает, она вам сможет дать некий там в том виде там контрактной гарантии доходности. И это то, что я советую. Карен, вот если мы говорим об Хукете, то, о которых ты говорил, есть объекты, например, ну, назовем это словом трущобы, то есть, или старый город, там, Фукеттаун, кварталы, где живут в основном местные жители, и там, ну, своя специфика тоже есть. Но есть ведь, например, новое, новое жилье, которое может быть интересно инвесторам, которое не находится на курортах, скажем, для тех, кто живет постоянно, да, кому не нужна там первая, вторая линия, но для экспатов, да, там, но и такой недвижимости на нашу аудиторию представляется меньше. Это действительно так? Почему? Или это просто мне так со стороны кажется? Есть хорошие комплексы, но это не комплекс курортный. Вот почему так? Я объясню. Дело в том, что есть такое правило, да, спрос рождает предложение. Вот на что есть спрос, вот на то есть и предложение. Ну, я скажу так, на самом деле мы вот с коллегами считаем, вообще, у нас нету, у нас три продукта, которые мы продаем, вот так сказать, три направления, да, которыми мы занимаемся. Это не виллы, там, хаусы, там, квартиры, а это покупка для себя, покупка для, ну, временного пребывания здесь, иногда может быть сдавать, и покупка для инвестиций. Вот три, вот, и сначала мы должны поговорить с клиентом, о чем он хочет, прежде чем что-то ему бежать, предлагать и продавать. Для нас вообще самое важное, мне кажется, в любой нашей работе, в брокерской, в агентской, самое важное, значит, что клиента, что он хочет, чтобы предложить, он максимально то, что его будет радовать, то, что там, и в дальнейшем он сможет хорошо перепродать, если захочет, ну, или хотя бы там, классно жить. Если человек говорит, я хочу купить для себя, мне вот, ну, хочется здесь жить, мы сразу ему говорим, смотрите, если вы хотите жить, то, ну, вам вряд ли захочется жить в таком туристическом районе, да, куда он будет постоянно там приезжать, что вы там, не знаю, там, может быть, бизнес будет, дети в школу ходить, а там, я не знаю, у вас там какая-то постоянная тусовка будет, но это не очень классно. Мы, например, живем в центре острова, и огромное количество людей здесь живет, и скажу, когда есть запросы, мы обязательно видим, рассказываем. Другой вопрос, что среди наших людей не очень много людей сюда готовы прям приезжать совсем. Люди хотят такой, купить себе все равно курортную недвижимость, чтобы рядом с морем, все равно большую часть жизни там жить в другой стране, там, в России, или где-то странах СНГ, но там пару-тройку месяцев. Вот опять мы уходим опять в спрос и предложение. Если человеку нужен для себя, мы ему говорим, это не курортная зона, это вот примерно центр острова. Будьте моим соседом. Арон, скажите, вот если мы говорим о Бали, вот может ли на ваш взгляд, ну, скажем, русскоязычную аудиторию, назовем ее так широко, заинтересовать недвижимость, построенная не, ну, скажем, для местных жителей? Вот сейчас вообще есть ли такой рынок и, опять же, с точки зрения инвестиций, с точки зрения долгосрочной сдачи в аренду, например? Вот, ну, понятно, что Бали курорт, но все равно там же и местным людям где-то жить надо. Да, есть такой интерес, есть достаточно живой интерес, и очень многие люди берут такое ветхое жилье, производят реновацию, капитальный ремонт, некоторые очень удачные проекты, некоторые не очень удачные, но все зависит от креативности в данном случае человека, прошу прощения, и некоторые делают, особенно итальянцы, я вам хочу сказать, что итальянцы могут превратить из, ну, видимо, так исторически сложилось, они могут потрясающе сделать биллу из простого балийского домика. Что касается вот россиян, да, знаю очень много людей, которые тоже проводили реновации, очень успешно сдают, ну, на их уровне. Было даже очень много таких случаев, когда берется участок земли вместе с небольшим ветхим домиком, там же достраивается еще один маленький домик, один домик для сдачи, один домик для проживания. Очень стабильно все идет, и все очень здорово, потому что они там живут, они могут подавать завтраки, они могут все, если они нуждаются в деньгах, то они будут делать все, и они повышают свою доходность очень высоко, бывают совершенно неожиданные результаты. Что касается вот, я хотел еще обязательно такую аллегорию привести, вот мальчик Петр из Краснодарского края приезжает на Казанский вокзал и смотрит вокруг. Пока он сам не додумается, что за Казанским вокзалом, за Смоленкой, за Садовым кольцом, за Зубовским бульваром, за Арбатом существует еще теплый стан, капотня и так далее, ну, он вот видит это, и он не хочет никуда уходить. В данном случае он начинает думать, что вот только здесь и есть Москва. Он не понимает, что существует масса потрясающих спальных районов. Но в ваших силах показать ему капотню. Конечно. Это же не тот случай, когда он приехал на Казанский вокзал, чисто физически вот так вот огляделся по сторонам, ну, что увидел, то увидел. Здесь же он видит то, что показываете ему вы. То есть, вот, Эрик, ну, почему не показывает? Действительно не показывает, потому что спроса нет. Можно я скажу? Да, 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 да. У меня даже были случаи, когда человек показывает вид из окна и говорит, я хочу вот в таком месте. Он показывает фотографию, я хочу вот это видеть. И Арон находит это. Окей. Смотри. Да. Пожалуйста, да, отвечай. Ага. Я. Я хочу сказать, что мы используем слово инвестиции, инвесторы, это, так сказать, такие обязывающие слова. На самом деле, большинство людей, которыми наверняка все присутствующие работают, это не профессиональные инвесторы, это не те люди, которые делают там 10-20-летние планы напережь. Вот они говорят, это купить, перестроить, потом сделать из него там новый бизнес, и так далее, и так далее. Это, как правило, люди, которым нужен некий, некая возможность вложить деньги за пределами своей обожаемой страны, чтобы эти деньги не пропали, и желательно ищить, то есть им некий доход. Есть какие-то инвестиционные составляющие. Конечно, есть те, которые просто покупают жилье для себя, или там для совместного, там, сам живу, или там сдаю цели. Конечно, они будут выбирать ту курортную недвижимость, которая находится в том месте, где они побывали. Но они изначально даже не будут спрашивать, а повези меня в какие-то трущобы. Потому что не для этого они все это покупают. Трущобы может интересоваться тот, кто, например, готов заниматься реновацией, или там вот то, о чем Аарон сейчас говорит. Такие могут быть варианты. Поэтому это как бы реакция на спрос. Наши клиенты – это не профессиональный инвестор. Им нужно в лучшем случае, они хотя бы себе представляют, чего они хотят заработать на этом. В худшем случае они хотят совместить все подряд, и поживу, и поздаю, и заработаю, и так далее, и так далее. И что, на мой взгляд, как правило, не работает. Вот так, знаете, в 80-х годах были двойки такие, вот видео, макрофон и телевизор. Оба отвратительного качества. Но зато здорово, два в одном. Обычно, видите, два в одном, пять в одном, десять в одном – это всегда плохо. Это всегда не работает. Но ты ставишь на одну цель. Либо ты живешь, либо ты зарабатываешь. Аллигорь, аллигорь. Господа, перед тем, как перейти уже к завершающей части нашего вебинара, я сделаю пару анонсов наших следующих вебинаров, которые у нас будут. Сейчас в чате появится ссылка на список тех вебинаров, которые вас ожидают в ближайшее время. Сразу скажу, что у нас, например, в ближайший понедельник мы будем говорить о Португалии. Как ни странно, для меня это было не изумлением, но португальский рынок и европейский сейчас особо выделяется. Особо, 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 особо нам говорят. И к Юго-Восточной Азии мы тоже еще будем о ней говорить в ближайшее время. Ссылочка на вебинар, который будет касаться Юго-Восточной Азии, еще один следующий наш, он 18-го числа пройдет. Пожалуйста, здесь, там мы будем говорить просто уже конкретно о проживании в стране. И, соответственно, переходим уже к завершающей части, а завершающей частью у нас будет следующая. Арон, давайте начнем с вас. Я попрошу вас сейчас, ну, подводя некий итог, сделать, ну, если не рекламу, то, по крайней мере, объяснение, о чем хорош рынок Юго-Восточной Азии. Ну, давайте на конкретном примере, вот на Индонезии, говорим о Бали. Вот что? Что выгодно его отличает? Варианты ответов говорить вам не буду, ну, вот почему я в Болгарию, я понимаю, там, недорого, многие говорят по-русски близко, Испания, понятно, культура, теплая гостеприимная страна, там, туристические преимущества совершенно. Европа, Европа, а что же тогда с Азией? Безопасность, безопасность, в первую очередь безопасность. Второе, это... Пожалуйста, что вы имеете в виду? Безопасность, ну, какая безопасность? У вас там цунами постоянно, у вас там по полстраны сносит каждый год, нет? Пил, ну, посмотрите последний фильм... Последний фильм Дудя про Камчатку, и там землетрясение каждый день. Ну, вот мы туда и Камчатку не рекламируем. На самом деле, я не знаю, землетрясение здесь выглядит очень забавно, во всяком случае. Я не ощущаю никакого дискомфорта, и обычно это достаточно... Я имею в виду личную безопасность. Я имею в виду именно личную безопасность, и понимаете, вот практически все континентальные люди приезжают на нервах, все дерганы, все оборачиваются, нервничают о чем-то, и только начинают отмокать, где-то, я думаю, через месяц вот так вот. Второй момент, это, безусловно, уважительность. Я приехал сюда в одном возрасте, был гораздо моложе, и не было седины, и с каждым годом, прошу прощения, ко мне отношение, соответственно, моим сединам, оно становится гораздо более уважительнее. До тех пор, пока я не совершу какую-то фатальную ошибку, после которой я потеряю лицо. Либо я буду пьяным где-то, либо я с кем-то повздорю, либо что-то еще, да? То есть, таким образом, второй момент для меня лично, это уважительное отношение. Никто никого не обязан уважать, но уважительность, это наше обязательство. Третье, это благодушие. Благодушие, причем, на самом деле, довольно бескорыстное, и, знаете, отсутствие зависти бедного, бедных слоев населения, вот именно, вот неимущих, да? Странно, но вы не увидите зависть. Ну, давайте согласимся, что в российских деревнях с вилами и топорами пошли бы на какой-то особняк иностранцев. Ну, согласитесь, здесь этого не происходит. Да, маленькое воровство, да, мелкие какие-то хулиганские поступки, но вот я прошу прощения, что могу резко сказать, но первое убийство в истории Бали, в новейшей истории Бали, совершили россияне. Убийство, ограбление, вооруженное ограбление с убийством. До этого никому в голову не приходило это сделать. Соответственно, вот три кита, на которых я бы, на которых я вот так вот парю, это безопасность, уважительность и благодушие. Карен, что ты скажешь? Только не говори, что ты согласен с Ароном, и так понятно, что ты согласен. Понятно, что я согласен по поводу безопасности, это важный момент, потому что сейчас мы видим, что творится в USA, и, честно сказать, хочется поддержки, потому что у нас там много знакомых клиентов. Что я хочу сказать по поводу рынок? Рынок понятный. Ну, все просто. Понимаете, я не люблю продавать эмоции, вот, посмотрите, какие-то памятники, кокосики, посмотрите, там, какое замечательное море и так далее, да, то есть, как говорит мой один партнер, а что мы динамберсен, а что мы динамберсен, а что мы динамберсен, да, это он, покажи мне цифры, и я покажу тебе деньги, да, ну, то есть, ну, давай, как бы говорить инвестиционные, ребята, пути, да, то есть, он всего 50 на 25 километров, все достаточно просто. Сюда приезжает, как правильно сказал Арон, 10 миллионов примерно каждый год, но у нас сейчас строится второй аэропорт с пропускной способностью 22 миллиона человек, да, ну, то есть, пассажир потоп потихонечку растет. Что я хочу сказать? 10 миллионов, куда они приезжают? Они не селятся на всем острове, потому что у нас есть только одно западное побережье, где все вот как раз все это сосредоточили всех этих замечательных пляжей. Вот 10 миллионов человек приезжает и селятся на 1,7 примерно острова. Ну, и можем понять, что у нас, если вы можете посмотреть эти данные, они открыты, средний чек, самый высокий по Пхукете, он не только даже по Таиланду, а по Азии, если мы там не будем сравнивать с такими странами, там, Сингапуром или там еще каким-то таким, Гонконгом, 250 долларов с человека. То есть, мы перемножаем достаточно просто 10 миллионов на 250, и получаем сколько? 2,5 миллиарда. 2,5 миллиарда долларов, и вот приходится примерно на 1,7 острова. Куда они ложатся? Ну, конечно, большая часть этих денег уходит отелям, собственникам, грилл, там, и апартаментов, и все. Когда мы говорим про инвестиции, мы говорим, ребят, давайте, вот, ну, есть кусок, он растет потихоньку, давайте в этом можете поучаствовать. Плюс ко всему, это недвижимость, помимо денег, она вам может и радость приносить, потому что вы будете хорошо там отдыхать. Уровень строительства растет, потому что, как я уже говорил, приходят сюда крупные игроки и отельного бизнеса, и застройщики, и совершенно другого качества. Не надо спешить там с покупками, действительно, лучше там посмотреть, убедиться и так далее. То есть, если у кого-то есть недоверие. Я знаю многих людей, которые ездят на пакет каждый год, им уже не надо ничего объяснять, они прям вот, ну, понимают все о чем речка. Далее, что я хочу сказать. Конечно же, не надо питать иллюзией. Нигде не надо питать иллюзией. Знаете, я думаю, что самые страшные враги любого инвестора, их там не надо искать на Бали, их не надо искать где-то, их надо искать в себе. Это называется авось, небось и как-нибудь. Вот третьи вещи, которые люди иногда заходят и они, а как-то, вот он увидел, вот ему понравился, вот именно эта квартира, ему еще там агент рассказал очень красиво, и он прям, ух, все, побежал, но не посчитал. Ну, и потом начинается, как бы вот этот откат. Вот чтобы отката не было, четко, с чувством, с толком, с расстановкой, ну, надо считать. Опять же говорю, мы всегда выступаем только за то, чтобы брать, даже если вы покупаете недвижимость для себя, это все равно отчасти инвестиция, потому что рано или поздно вам хотя бы как минимум ее нужно будет там хорошо перепродать, ну, вам или вашим детям. Поэтому обязательно садитесь, считайте, думайте, консультируйтесь с экспертами, не бегите на поводу эмоций, как тут замечательно, и так далее, всегда считайте. Это универсальная стратегия, которая не приведет вас, а, и налоги платите. Эрик, страхуйте свою недвижимость. Твои аргументы за Юго-Восточная Азия? Ну, я их уже рассказал, растущий рынок, хорошие предложения по, ну, все те предложения, с которыми я работаю, не так или иначе, связаны с туризмом. То есть, это и плюс, и минус. Что касается туризма, мы видим, опять-таки, статистику, туризм растет. Если все так и дальше, будет продолжаться доходность проектов, то на том же пакете будут расти. Если нас накроют очередные волны подобных, вот, вирусных ситуаций, то доходность будет падать или вовсе прекратиться на какой-то период времени. То есть, есть плюски, плюсы и минусы. Если вам нужно там 2% и 3% в год, и вас все устраивает, инсирьте в Финляндию, вот, пожалуйста, здесь никогда ничего не бывает. Но большинству людей этого недостаточно. Большая доходность, большие риски. Поэтому, если вам нравятся цифры, как Карен сказал, считайте, ну, соответственно, вы должны быть готовы к тому, что вы с каким-то риском даже сталкиваетесь. Это что касается чисто цифровой или экономической составляющей. Ну, вот, никуда не деться. Мы живые люди, мы работаем, как правило, с непрофессиональными инвесторами, которые свое, скажем так, личное отношение к тому региону никуда не могут спрятать. Даже за деньги не могут их спрятать. Поэтому кто-то просто обожает Азию, его хочется там вкладывать, потому что ему там нравится. Ну, кстати, такой момент несколько пикантный, но я хочу о нем сказать в прямом эфире, что Таиланд гораздо спокойнее относится к ввозимым деньгам извне, в отличие от Европы. И там легче, скажем так, без всяких объяснений привезти деньги и что-то купить. Компланции нет. Это, я вот, скажем, периодически с этим вталкиваюсь, когда люди совершенно не госслужащие, куда-то что-то наворовавшие, а, в общем-то, приличная вполне публика, которая говорит, все-таки, вот мне как-то Азия нравится, мне надо будет там краснеть, объяснять, когда я где-то что-то заработал, вот привез деньги, купил, и все как бы довольны. И налоги меньше, и информация гуляет туда-обратно не так уж активно, как с Европой. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Для кого-то это тоже имеет значение в пользу Азии. То есть выбор Азии происходит вот по таким параметрам. Мы о вещах не говорили, но на самом деле для многих это имеет значение. Наверняка вот те, кто работают в Азии непосредственно и Карен, и Арон, наверняка не сталкиваются с такой ситуацией и с их клеток, которые говорят, а вдруг там узнают, не узнают. В Азии не узнают. Деньги любят тишину. И тогда уже на время завершения мы сейчас попробуем ответить, что на вопросы. Я вот, что просто хочу спросить. У нас как получилось? Когда я готовился к этому вебинару, я вот, ну, эти стереотипы, которые я озвучивал, это не то, что просто вот взял из головы, придумал. Нет. В общем, поработать пришлось. И вот сейчас получилось такое. Я говорил, вы по большому счету косвенно, чуть-чуть признали возможность некоторых моментов. Но давайте еще раз побежимся. Мы говорили о том, что рынки могут быть не очень стабильны, потому что там все растет, растет, а потом бац, падает. Вы сказали, да нет, в общем, ничего такого не замечали, а то, что сейчас где-то упадет, так по всему миру упадет. Начали говорить о том, что общение с местными жителями затруднено, причем не только с точки зрения языка. Но, в общем, тут частично согласились, что есть определенные стереотипы, и люди любят покупать больше у тех, с кем они, с кем им проще найти общий язык и ментально в том числе. Поговорили о доходности, и вот тут Эрик сразу сказал, что нет, заявленной доходности там более высокой, это некий миф, ничуть не больше там доходность, ну, в среднем, если мы исходим из этого. Ну, и поговорили о том, что действительно люди действительно видят только малую часть рынка, объяснили это тем, что, ну, спрос такой, да? Они не хотят другую видеть, как правило. Ну, давайте я тогда все-таки у вас спрошу так. Понятное дело, что вы за свои рынки топите и топить будете, работа у вас такая, иначе, чтобы мы здесь там собрались. но назовите тогда, ну, не плюс, а минус. Понятно, что вы любите там больше всего там Таиланд, Бали и Финляндию, условно, да? За Финляндию вообще не топило, обратите внимание. Но, тем не менее. Хотя мог бы, хотя мы говорим про Азию, да. Минус, вот что людей может не устроить в Азии, почему не надо, вот что бы вы сказали, Арон, давайте с вас начнем. То, что может быть для вас нормально, а для кого-то будет ненормально. Многих очень не устраивает верховенство личности над общими законами. То есть личностное здесь играет гораздо больше, более важную роль, чем чем закон. И традиционный, но здесь очень важно понимать, что здесь традициональный закон во многом гораздо справедливее, чем федеральный закон. Поэтому люди, приверженцы, привержены следовать закону местному, который не понимают приезжие. Приезжие же очень часто ходят в Азию с огромной уверенностью в том, что закон, если работает на южном полушарии так, значит, на северном так. Нет. Вот это, конечно, большая такая вот проблема в том, что нет соблюдения законности в Азии в общепонятийном, я бы сказал, европейском, в общеевропейском понятии. понимаете, то есть красный свет, но он не такой же красный. Есть такие моменты. Понятно. Сейчас этот же вопрос задам коллеге и вам. Вопрос просто от Людмилы, есть ли информация об инвестиционных проектах Паттайи? Эрик, кому проще написать? Мы сейчас не будем на них говорить, просто с кем проще связаться по Паттайи? Что-то порекомендовать можете? Я могу что-то порекомендовать или что-то рассказать про Паттайю. Контакты всех экспертов у нас сейчас в чате есть, они еще и появятся и, соответственно, будут вопросы, пожалуйста. Карен, что ты скажешь? Если нет, то почему нет? Знаете, я немножко сейчас, когда я вообще размышлял над тем, почему Азия и так далее, я могу сказать, вы знаете, тренд меняется. Если мы посмотрим, например, перспективу, всегда мы, когда говорим про инвестиции, мы говорим про перспективу временную, нельзя там считать, что сейчас пандемия случилась и все, мы не сию минуты, мы должны посмотреть, что было на протяжении 10-20 и так далее. А если посмотреть еще больше, то мы можем увидеть 200-300 лет тому, назад, там была достаточно высокая активность в Европе и на Западе, да, все это зарождалось, золотой век, там, все, когда, когда, как в Азии, на самом деле, там, что Китай был разрозен войнами, в Межнеорчисторе, там, Япония была там феодальной страной, закрытой. Сейчас тренд меняется, если вы обратите внимание, посмотрите, все больше и больше, мир склоняется к Азии. Ну, во всяком случае, я думаю, если вы вокруг себя сейчас посмотрите, вы как минимум 90% предметов так или иначе будут произведены здесь. Арен, я провел 90% денег, я понял, я понял, я послушаю, я объясню, но, к сожалению, у многих людей, ну, еще остается, так сказать, непринятие Азии как таковой, вот приходят, во-первых, ну, похудите, я не знаю, законно, и все хорошо, но вот, есть места, где нету тротуаров, вот, нету тротуаров, то есть, если ты хочешь пройти по тротуару, ты идешь, не идешь, по тротуару, все ездят на байках, на машинах, там, и так далее, да, поэтому, есть локации туристические, где тротуары есть, а есть, где вот просто их нету, и это многих раздражает, там, многих раздражает, некоторая, там, самобытность тайская, да, но, опять же, это просто совершенно другой, культурный слой, я не могу сказать, что может раздражать, ну, вот, я многое спрашивал, да, кого-то может быть слишком жарко, кому-то, я не знаю, каждый человек найдет свое, как сказал один очень хороший человек, он говорит, вы знаете, я вот живу то в России, то в Калифорнии, да, вот, я, я, я живу в Москве, мне не нравится Москва, я живу в Калифорнии, мне не нравится Калифорния, вот, можно, это просто подход такой, чисто личностный. А мне нравится Петербург, хотя у нас сегодня дождь. Эрик, если нет, то почему нет? Ага. Если нет, то, видимо, нет уверенности в собственной защите, мы говорим же про инвесторов, потому что если нет или да, для туриста, тут вообще обсуждать нечего, у каждого свое. Кому-то действительно, кто-то смотрит на грязь, а кто-то смотрит там на дешевый манго, кто-то там смотрит на пляж, а кто-то смотрит на проституту. У каждого как бы то, что замечает, тот из этого и делает свои выводы. И это говорит про инвестициях, об инвестициях, то, конечно, есть все-таки, ну, своя такая локальная специфика, которая может в случае юридического конфликта сыграть против тебя. Я предполагаю, хотя никто из нас, покупающий квартиру, где бы то ни было, даже в той же Болгарии, не хочет оказаться в суде и заниматься годами вытягиванием оплаченных денег за строчку. То есть везде проблемы. Суды-то всегда самый плохой сценарий, без разницы, будет в Европе или в Азии. Но все-таки это другой мир. И, наверное, для того, чтобы вкладывать большие деньги в Азию, нужно либо иметь очень правильного партнера, либо погружаться в эту тематику, не воспринимать ничего как данные, как гранты, что называется. А для небольших инвестиций, там, не знаю, там 50, 100, 200, там, допустим. Ну, в общем, курортная недвижимость при нормальных исходных это то, что в Азии будет приносить больше денег, чем в среднем евро. Поэтому минус разве что вот действительно удаленность и некая такая вот своя специфика этого региона. Для инвестора. Наверное, так, я бы сказал. Для них минусов я не вижу. Окей, дорогие друзья, ну, на самом деле, мы немножко уже выбились даже за наш график, уже говорим более полутора часов. Давайте тогда будем постепенно закругляться. Единственное, мы на очень большое количество вопросов не ответили. И тут как раз история в том, что и по Бали огромное количество вопросов с Арону поступило. И я говорил, по Таиланду мы, к сожалению, не на все ответили. Давайте мы поступим следующим образом. Мы вот эти вопросы еще разочек все соберем, проанализируем и про условия покупки на Бали, и про условия в Таиланде. И когда мы сейчас будем делать материал по итогам, мы эти ответы на эти вопросы вот имени наших экспертов опубликуем. Но, соответственно, вы эксперты должны нам в этом помочь. Конечно, трансляция-то закончится, а расставаться не будем еще какое-то время. И я с удовольствием... Давайте еще умоляю только, вот давайте буквально по 30 секунд. Мы как-то больше разговаривали о рынке, об общем, а просто расскажите в двух словах, чем занимаетесь вы, ваш бизнес, в чем он заключается и в чем заключается ваше предложение, которое есть сейчас у вас. Карен, умоляю только, вот 30 секунд. Время пошло. Карен, ну ты, ты просто человек тиски. Я уже говорил, мы занимаемся недвижимостью, преимущественно инвестиционной, потому что на нее большой спрос. Мы продаем и оказываем полный сервис до самого конца владения недвижимостью, то есть мы занимаемся также перепродажей. Наши услуги для клиентов бесплатные, так сформирован рынок. Что я хочу сказать, кто наши клиенты, вот сразу я вам хочу обозначить. Естественно, это определенный есть порог входа, то есть на Пхукете это примерно там от 80, ну и до 1,5 миллионов долларов, да, вот примерно вот в таком, в таком диапазоне. Это то, что действительно есть интересные предложения, да, действительно есть инвестиционные предложения, есть предложения для жизни, доходность высокая, но будем считать, потому что самое главное это не то, что написано у застройщика в офере, а то, что написано в контракте. Вот, ну, я думаю, что вам лучше позвонить, потому что на самом деле тему мы не очень раскрыли, честно признаюсь, ну, как бы, невозможно закрыть ворота. 35, ну, встретимся еще раз, в чем проблема. Карен Чичан, да, да, компания Exotic Property на Пхукете. Арон, вам слово. На планете сейчас начинается новый проект, он начинается на Бали. Это Тесла в области домостроения. Это совершенно потрясающий новый продукт, о котором мы пока ничего не рассказываем, держим в тайне. Миру мы его покажем примерно через месяц-полтора. Его можно покупать в собственность и возвращать. Он потрясающий. Прекрасно. контакты Арона перед вами. Арон Геллер, основатель и владелец компании PT Vertical Indonesia. Мы строим малоэтажное строительство, мосты, лифты, тяжелую какую-то технику, но в основном строим малоэтажное строительство. Маленькие отели, виллы и такая. Ой, я даже не знаю, как действовать. Если прикиньте себе, вот сейчас там или там через 15 минут по завершении нашего вебинара вам телефонный звонок, вот срочно нужно там под Петрозаводском нам построить мост. Мост. На самом деле здорово. Ростехнадзор там будет? Ну, сразу, сразу, сразу ограничения. Вот пошли ограничения. Куда от него выведешь? Эрик, я, конечно, лучше знаю, с нашей аудиторией, мы с тобой последний месяц общались, но все равно расскажи, кто ты, кто зарабатываешь на жизнь. Значит, я помогаю зарабатывать другим. Моя задача это диверсификация. Если говорить о деньгах, то это в первую очередь диверсифицирование денег на разные маленькие корзинки, которые позволяют человеку с минимизировать риски и заработать. Я работаю с очень разными продуктами. Это и владение недвижимостью, это и облигации компании, которые занимаются редевелопментом, это и долевое владение во Франции и прочее, прочее, прочее. Все эти продукты имеют два главных, так сказать, плюс. Они все имеют определенную прописанную в контракте доходность, имеют ликвидность, то есть обязательства обратной стороны, второй стороны, по выкупу. Таким образом, человек решает две боли, доходность и ликвидность. И поскольку работаю с очень маленькими бюджетами, ко мне приходят люди и с тремя тысячами, и с десятью тысячами, и со ста тысячами долларов или евро, вот я решаю вопрос, как эти деньги вложить, чтобы человек на них зарабатывал. Еще это все можно подписать под определенную тематику финансового здоровья. Я занимаюсь тем, чтобы человек получал пассивный доход долго, желательно всю свою оставшуюся жизнь. Вот это моя специализация. Я не очень к странам привязываюсь, я привязываюсь к проекту. Где хороший заработок и нормальные, выгодные, надежные условия, с этим я работаю. Это моя специализация, и я в общем в ней и плаваю, чувствую себя комфортно. Ну что ж, отлично. Ну и давайте я пару раз пару слов тогда скажу о себе, раз уж все так рассказывают, точнее о себе, о нашем проекте. Портал «Приандру недвижимость за рубежом» продолжает серию вебинаров зарубежной недвижимости. 18 числа будет еще один вебинар, и в ближайший понедельник это у нас какое, соответственно, 9 числа тоже будет вебинар. Мы стараемся раз... 8-го, 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 да. Мы стараемся рассказывать о зарубежной недвижимости и приглашаем тех людей, которые умеют делать это сочно, смачно и с удовольствием. Именно поэтому, мне кажется, наш вебинар сегодня удался. Я искренне благодарю наших экспертов. Эрика, Карена, Аарона, спасибо вам, друзья. Встретимся еще непременно. Июнь, отличный повод пожелать всем здоровья. Я надеюсь, мы выходим из этого туманного, туманной весны 2020 года и выходим к ясному солнцу, которого в Петербурге сегодня нет. Ну, а на портале Прианру у нас недавно открылся раздел иммиграция, который набирает обороты. Мы в бешеном восторге от того, как это происходит, поскольку мы понимаем, что это то, что может сейчас заинтересовать русскоязычную аудиторию. Мы в ближайшее время откроем не менее интересный проект инвестиций. После того, как я это сказал, меня вот так вот возьмут за горло, потому что все, я все откладывал, 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 там от меня маленький кусочек зависит. Но теперь уж точно будем запускать. Не надо, Эрик, так сокрушен, вот это мы сделаем, мы добьем. Я рад, я страшно рад этому. Я очень рад, что вы в этом направлении тоже движетесь. Это здорово. В ближайшее время мы про инвестиции писали много, но сейчас мы это сделаем в совершенно особой сутки. Спасибо вам, сейчас 40 минут пообщались. Еще больше, Карен абсолютно прав, надо очень, очень, очень много об этом рассказывать. Очень много, не поговорили про лесхолк, не поговорили про, ну вообще, про оформление. Не расстраивайся. Все, не о чем. Спасибо, спасибо всем. Спасибо, спасибо. Какое-то слово, господи, саводикап, да? Саводикап, я саводикап. Саводикап. Друзья, спасибо вам огромное. Ну это, это хорошее начало, надо продолжение. Надо продолжение. Организуем. Спасибо, друзья, до встречи. Филипп Грисин, приандру, недвижимость за рубежом. До встречи. До свидания.